Друзья Валентины и Александра решили познакомить молодых людей. Вот только она жила в Киеве, а он служил в Германии. Обменялись адресами и началась переписка. Валя ждала письма любимого, хоть и не встречались они ни разу. В 1959 году Александр поступает в Московскую военную академию и на каникулах приезжает к любимой в Киев. Это была их первая встреча. Он посмотрел ей в глаза, взял за руку и повел в ЗАГС. Сначала в семье родилась дочь Марина. Через 4 года в Чите на свет появилась очаровательная малышка с голубыми глазами Елена. Девочка Лена Потомок очень многих-многих-многих смесей крови. Потому что родственники со стороны папы у меня выходцы из Финляндии, из Эстонии, которые переселились в Вологодские края и жили недалеко от Великого Остюга. То есть там, где сейчас наш дедушка Моро живет, оттуда у меня папины родственники. А мамины родственники, причем я про это узнала тоже сравнительно недавно, вот благо жива еще моя тетя, ей уже почти 90 лет, оказывается выходцы с той стороны из Одессы и из Польши, которые приехали на Украину. Многие поколения жили на Украину. И мои родители, которые познакомились случайно по переписке, вот еще в те времена, они много-много писали писем, при этом ни разу не видев друг друга, только на фотографиях. И в один прекрасный день папа поехал в Киев на три дня, где училась мама в политехническом институте. И за эти три дня они расписались. И мама, Джосеф институт, приехала в Москву, где в академии учился мой папа. И в Москве на Пироговке родилась моя старшая сестра. И когда ей было буквально два месяца, папе дают назначение в Нерчинск, там, где были декабристы. И моя мама, как истинная декабристка, как истинная жена военного, поехала туда. И прожив там в очень тяжелых условиях, мама про это рассказывала, у меня всегда это было, казалось, что нереально. То есть ни воды, ни тепла, бараки. Прожив там некоторое время, они переехали в Читу. И вот в Чите, в Забайкале, недалеко от озера Байкал, уже родилась я. И для меня Забайкалья осталась каким-то таким сказочным краем, сопки, озера и, конечно, багульник. Вот у меня такое впечатление иногда, что я слышу запах вот этого багульника, вот этих чистых лесов. Чего, конечно, к сожалению, в Подмосковье нет, где есть что-то другое. И папа мой был одним из первых замполитов ракетных войск стратегического назначения. То есть они тогда только создавались, эти войска. И мы прожили в Чите 4 года. И, как ни странно, я очень многое помню. Когда я маме рассказывала, что я помню, она говорит, не может быть, ты была маленькая. Но я это помню. И потом папе дает назначение, мы переезжаем в Грузию, в Сартичаву. Тоже военный городок. И для меня Грузия была шоком. Почему все время лето? Почему на деревьях растут не шишки, а абрикосы и персики? Вот, то есть после Сибири это действительно был какой-то сказочный край. Но там мы прожили недолго и переехали в Подмосковье. И, собственно, вот здесь уже началась моя сознательная жизнь. Мы приехали, мы жили на Власике. И в школу я пошла имени Попова. И для меня по сей день остается одним из самых светлых людей, которая дала мне не просто любовь к знаниям, а к познанию мира. Это моя первая учительница Лунина Зинаида Ивановна. Я ее искренне люблю. Она по сей день жива, здорова. И желаю ей в дальнейшем себя держать в руках. И быть вечно молодой в душе. Она такая и есть. И до пятого класса я жила на Власике. И мое детство было заполнено играми в прыгалки, в скакалки, в прятки, в игру хали-хало, 12 палочек. То, что сейчас дети, мне кажется, если играют, то единицы. То есть детство было у меня очень-очень счастливое. И Власика для меня остается миром детства. Когда семья Щепеленых переехала в Одинцово, наша героиня открыла для себя удивительный мир театра. Работа над спектаклями, костюмы, декорации, аплодисменты зрителей. Все это увлекло Елену. Театральная студия по-настоящему стала для нее вторым домом. В то время Одинцово еще не было таким большим городом, как сейчас. И, скажем так, очень многие не знали, куда себя деть. А у меня появился, я называю, еще один мир. Я совершенно случайно, по каким-то там разговорам моих подруг, я пришла в театральную студию города Одинцово. Сейчас она называется театр-студия «Наш дом». И уже многие-многие годы, еще с тех времен, когда я туда пришла, руководит Зорина Алла Валентиновна. И это второй человек, который открыл мне следующий большой мир. «Я в театре, а театр во мне» – это только ее заслуга. Я никогда не играла каких-то там супер первых ролей, но дело не в этом. А сама любовь к театру, само желание лицедейства, вот тот коллектив, который у нас там был, это настолько незабываемо, неповторимо. И вот, начиная с седьмого класса, я ходила в эту театральную студию. И для меня выход на сцену – это всегда и большое волнение, и большой праздник. И когда стоишь за кулисами, и, как говорят, перед смертью не надышишься. Вот так, это я знаю, это я повторила, так вот здесь я это скажу – все, надо выходить. И вот идет, иногда ты ощущаешь себя на сцене немножко скованно, а иногда идет вот то состояние, когда ты плаваешь в этой роли. И тогда это наивысшее счастье. Вот это бывает такое. Я не могу сказать, что это было всегда, потому что иногда есть какое-то напряжение. Но спустя, скажем, если спектакль играешь второй, третий раз, это приходит. Театр – это был мой второй мир. Лена жила театром, но посвятить этому всю свою жизнь не решилась. После окончания школы она поступила в училище машинописи и стенографии при КГБ СССР. Окончила его с отличием и продолжила обучение в институте. Все складывалось удачно, ее взяли на работу. Ей всегда везло с коллективами. Рядом были преданные друзья, которые поддерживали в трудную минуту. Мы вместе радовались успехам нашей героини. Недавно Елена открыла в себе еще один талант. Она начала писать. Писать статьи в газету. Вернулась муза, которая долго отсутствовала в ее жизни. И поэзия полилась рекой. Должна сказать, что мне по жизни всегда очень везло с коллективами, где я работала. Я сменила довольно-таки много мест работы, но везде, я вот сейчас уже вспоминаю, но не было у меня плохих коллективов. Всегда были замечательные люди рядом со мной, которые не специально, но своей жизнью учили меня. Чему? Хорошему. Иногда, скажем, что-то плохие поступки, значит, я понимаю, что да, вот это так делать нельзя. То есть учили своей, своей жизнью учили меня. Я им очень в этом благодарна. Как-то так вот получилось, что работая в выставочном центре, я не могу сказать, что во мне открылся талант. Это, наверное, было бы и не скромно, и даже, может быть, смешно. Но как-то вдруг я приобщилась к тому, что стала писать заметки в нашу Одинцовскую газету «Новости Одинцова». И надо сказать, что для меня это было неожиданно, потому что мне стали говорить, что, Лена, неплохо. Тебе, конечно, надо где-то что-то подучиться там, но, в принципе, неплохо. И как бы получается, что у меня теперь есть вот какой-то опять новый этап, есть какие-то стремления, потому что, когда я пишу какую-то статью или беру у кого-то интервью, я, естественно, предварительно просматриваю какой-то материал, я знакомлюсь с тем, о чем я буду писать. И мне это интересно. То есть это опять вот то, что мне привила моя первая учительница Зинаида Ивановна, познание чего-то нового. И понятно, что закончить вот это вот познание невозможно. Человек может учиться до последнего дня своей жизни и все равно не познать всей мудрости, всей красоты этого мира. Вот. И мне это интересно. Такое впечатление, как будто бы она была такая легкая, простая. Наверное, такого не бывает в принципе у людей. У каждого человека бывают какие-то и трудности, и проблемы, и они тоже были на моей жизни. Это вне всяких сомнений. Но один раз по жизни мне встретилась женщина замечательная, мудрая. Она актриса театра имени Гоголя, Людмила Долгорукова. И она мне сказала одну фразу. Я там что-то переживала. Она сказала, Лен, а зачем ты переживаешь о том, что еще не случилось? Может быть, и обойдется. Не переживай раньше времени. А когда уже случится, то нет смысла переживать, потому что она уже случилась. Конечно, не всегда получается жить по этой теории, но в принципе она мне очень помогает, потому что действительно переживать нужно именно ту секунду, когда что-то случается. Ни до, ни после уже переживать нет смысла. Надо действовать. Либо что-то изменять, если ты можешь это изменить, либо успокоиться и воспринять все то, что ты не можешь изменить. И сейчас у меня была еще как бы одна такая радость для меня. В издательстве «Доброе слово» вышла моя первая книга стихов. Эту книгу делали вообще мои друзья. Ребята работали и в оформлении. Вот Карен Кагинян оформлял ее, рисовал пражский фонарик. Знаю, что Прага – это один из моих любимых городов. Вадим Фролов делал верстку, финансировал Алексей Лавров. И они привезли эту книжечку, я ее не видела, они ее привезли на мой день рождения. И когда я ее увидела, я ее почему-то начала нюхать. Я не знаю почему. Но вот первая реакция у меня была почему-то понюхать эту книгу. Я ее долго не открывала, я ее трогала, щупала, переворачивала. Но почему-то я ее боялась открыть. И вот потом, когда я ее уже открыла, я увидела свои небольшие фотографии детские. Здесь есть фотографии моей подружки Леночки, с которой мы дружим уже на протяжении 46 лет. Я думаю, что, наверное, какое-то продолжение будет. То, что это не начало, это понятно. Для начала, наверное, все-таки уже немножко поздновато, мне давно не 30 лет. Стихи. Я не могу сесть и сказать, так, вот сейчас я буду сочинять стихи. У меня такого нет. У меня есть такое, что я иду на работу, и вдруг я слышу что-то такое вот. Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. И у меня одна проблема. Если я начинаю записывать на диктофон, я слышу свой голос, я сбиваюсь. А мне нужно написать на бумаге карандашом. На ходу, как правило, это бывает, когда куда-то идешь, это тоже не очень удобно. И здесь собраны стихи. Они разных лет. То есть здесь даже есть подписано, там, первый класс, пятый класс, десятый класс. И, конечно, стихи, которые уже писались во взрослом состоянии. И, как правило, это стихи о любви. Они женские. Наверное, для мужчин они будут чересчур такие нежные, чересчур какие-то влюбленные. Мужчины, наверное, будут требовать чего-то более жесткого. А для женщин, как мне говорили люди, которые уже почитали эту книжку, ты знаешь, неожиданно, да, я вот впечатлилась, да, мне понравилась. Мне это очень приятно слышать. Но я никогда это не воспринимаю, как сослуга, какая я талантливая. Нет, ни в коей мере. Вы знаете, когда они писались, эти стихи, причем, как правило, они писались либо в моменты, когда была большая любовь, либо, наоборот, когда большая любовь уходила, это бывают самые сильные эмоции. У меня было такое впечатление, что это не я пишу, а вот ко мне откуда-то сверху приходит, и оно не отпускает, пока я это не запишу. То есть я была как бы каким-то таким передаточным звеном между бумагой и чем-то свыше. Мне хотелось бы, это, наверное, одно из моих любимых стихотворений, надеюсь, я не собьюсь. О, Господи, прости мои грехи. Цена за них известна мне заранее. Но все же разобраться помоги. Любовь, любовь, награда или наказание. И если это грех в моей душе, я все стерплю, я все переживу, пусть этот грех останется на мне. Ты не карай того, кого люблю. Моя душа давно болит, презрев костры и муки ада, она уже кровоточит, но от любви не требует пощады. О, Господи, призвав меня на суд, быть может, объяснить смогу, что я всего лишь грешный тот сосуд, куда ты сам вложил, любовь моя. Чтобы воплотить свою мечту, не нужно сидеть сложа руки, нужно идти вперед, прикладывать усилия, и она обязательно осуществится. Это жизненный принцип нашей героини. Для себя и своих близких она стала настоящим волшебником. Она мечтает и воплощает свои мечты в реальность, и в этом ее счастье. Вы знаете, наверное, когда человеку исполняется какой-то определенный возраст, подходит, он понимает, что, ой, я еще вот это не успел сделать, вот там не успел побывать. Вот, и я понимаю, что мне не хочется рисовать. Я в детстве очень неплохо рисовала, и, по-моему, в шестом классе мой рисунок победил в конкурсе в Одинцово, занял первое место, у меня дома такая грамота. И если я не ошибаюсь, этот рисунок уехал куда-то, рисунки в Японию или что-то в этом роде. И вот последний, наверное, где-то полгода-год, я, когда вижу карандаши и краски, я понимаю, что у меня тянет, мне хочется. Поэтому, может, следующая книга будет моих произведений нарисованных, я не знаю. Последние несколько лет для меня, наверное, очень большой радостью является куда-нибудь поехать. Причем я не люблю ехать, просто валяться у моря на пляже. Я не признаю такой отдых. Я могу полежать на пляже полчаса, но потом все, мне уже надо куда-то бежать. Мне очень интересно ездить в новые места, смотреть, как люди живут, как они одеваются, какие у них обычаи. Мне интересно попробовать их национальную еду. Вот, как я уже говорила, у меня был период, когда я переехала в Прагу, я там прожила пять лет. И для меня на всю жизнь Прага останется одним из любимейших и красивейших городов Европы. Я говорю Европы, потому что, к сожалению, я пока что еще не была ни в Америке, ни в Австралии, поэтому жизнь, может, еще меня туда приведет. Но Европу я объездила вдоль и поперек за эти пять лет, которые я там жила. И я видела замечательные, красивые города. Но вот Прага для меня осталась каким-то таким вот кусочком сказки. И, знаете, вот как говорят, что иногда там, вот кто ты был в прошлой жизни? Я не знаю, была ли в прошлой жизни в принципе, но если она была, я уверена, что я жила в Праге. Наверное, месяца через два, через три моей жизни в этом замечательном городе я начала потихонечку говорить на чешском языке. Наверное, где-то с полгода я практически свободно говорила на бытовые темы. Практически каждые выходные, за пять лет, сами понимаете, их было много, мы выбирались куда-нибудь. То есть, когда это можно просто сесть в машину и поехать в Дрезден, в Мюнхен, и мои чешские друзья, когда я говорила, ну что, куда мы ездим? Они говорят, как, ты еще куда-то хочешь? Мы в прошлые выходные ездили. Я говорю, неужели вам не хочется? И для людей, которые всю жизнь прожили в Европе, для них это не проблема. Они говорят, ну были мы там, ну и что? А для меня это был всегда праздник. Поехать еще куда-то, посмотреть еще что-то. И вот сейчас у меня есть подруга, которая составила список мест, где она еще не была, но хотела бы побывать. И я понимаю, что это правильно. Потому что сколько осталось там этой жизни, неизвестно. А хочется как можно больше еще чего-то увидеть, познать, рассмотреть. Вот. И вот на сегодняшний день у меня есть такая мечта. Я очень хочу поехать в Японию. Я понимаю, что это дорого. Я понимаю, что это далеко. Но в принципе ничего нереального в этом нет. Я последние несколько лет стала осуществлять свои мечты, начиная от таких каких-то маленьких и заканчивая чем-то большим. Вот книжка – это была мечта. У меня была мечта совершенно, казалось бы, такая обычная. Я очень хотела побывать в Стамбуле. Но все время почему-то не получалось. И вот позапрошлом году я просто взяла неделю за свой счет, купила билеты и бродила по древнейшему Константинополю, который теперь там был. Я посетила дворец Топ-Копы, где просто вот все дышит историей. И я ходила и говорила, вот она, мечта. Она сбылась. И это так приятно. Поэтому мне хочется, чтобы люди понимали, что время так быстро бежит. И надо свои мечты-то осуществлять. Потому что пройдет какое-то время, и ты скажешь, да, наверное, я уже могу куда-то поехать, но у меня уже нет на это сил. Или просто прошло желание. Поэтому осуществлять мечту – это замечательно.